так друзья всем привет пока набираю воду думаю замеряем сколько набралось ну уже начинаю бачить отсюда и так же поднимем поилку вон бачите опустила ну а це на пружинах поилки їх надо опускать время от времени поросяти я сам замечаю як ростуть ми вчора прикидували 7 октября оцим буде ровно 4 месяца а ціна 20 дней меньше так а ну давай тут надо тільки з прутиком так они не дают все у вас работа работа и от меня что единственное как бы удивляет чего тут постоянно так сухо и чисто я к чему я понимаю что они на щелевых полах ну барбос ну просто я даже бачу людей як на щелевых полах ну лежать постоянно какие-то кучи а тут немає кучи я не пойму чого ну я понимаю что воно провалються ну воно ж не все десь все равно должно оставаться а тут а получается так что не остается то есть заходишь а так з утра воно все сухое все сухое и чистое сегодня вечером даже так а ну давайте текайте текайте текай уже и дубца не бояться сегодня вечером я даже не буду насыпать у них кормушки полны вот покажите я утром насыпал утром насыпано ушастик текай у них полны и в тих так само то есть я насыпать не буду и что я заметил у них уменьшився ну не апетит а поедаемость корма темп уменьшився не знаю чого или что случилось но чуть-чуть меньше стало исти ну а растут конечно хорошо все получается цим сьомого только октября будет четыре месяца но я шо ой допустим оцей больше ста килограмм ну а так девяносто есть ну а ци чуть меньше ну 20 днём понятно в них и вес чуть-чуть меньше грубо говоря килограмм на 20 да все ты лизаешь до мене линда все лиза все шоби гладили деми ушастик уходе то есть так у него в ухо и завернуто и есть но пусть линда постоянно туда воно манка и когда я арматурку померю из кика навоза и буду показывать про ангар что зробили по ангару ну а вообще получается если если такой сарай вона мокра была в улице дождь был так ну текай а ну не богато сантиметров десять грубо вряд ли было там плюс-минус ой молодцы интересно хватает мне до конца от корма всей ямы 12 кубов чине и кстати ну наверно уже может на следующий раз буду ролик снимать про цей сарай то снимем перегородку ой вытягивай как раз хорошо и набралось я не спорю что его надо работать но все надо я сейчас в ух немае то я открываю в них открыто бо там ташкент тепло сухо ну зачем его закрывать а уже як на ночь уходю додому то тоди закрываем но це ось я пока по базике оце вечером управилось корм не надо наступать тільки води набрали аж до завтрашнего вечера и вот я думаю наскільки вот так допустим можно содержать одному человеку даже он ходит на работу можно держать и 30 и 40 штук утром управился пішов на работу вечером прийшов проконтролировал подосипав что нема и все ну то есть то самое основное это что тягать одних навоз и его тягать не надо конечно шикарно хорошо ось новогодний ну и ты ну не знаю поднимемся какие будут также друзья кто помни была там куча дров сейчас их же там нема дрова я придумал ось сюда как в киоск подходишь скупился пішов ну получается вольер 2 на 3 высота 2 то есть получается 2 на 3 на 2 6 и умножить на 2 12 кубов нарубанных тута сложение дуже компактно и хорошо тута 12 кубов нарубанных и еще там в другом месте у нас сложение так само ну на мою прикидку десь в районе 2 кубов то есть 14 кубов ну плюс мы трошки брали плюс пеньки не подорезали поставляли мясные то есть 12 13 ну можно сказать 15 кубов нарубанных получилось из камаза это я точно посчитал у меня вольер ровно 3 на 2 и 2 метра ровно высота 12 кубов там 2 14 ну да 15 кубов это смело рубанных дров так ну и ось у нас первая ферма тадам ось вона я ей поставил підпорку чтоб вона не впала бо я ей поставив типо як симметsix Rho два столбика LOTOS столбика bok Box 1 и там начале столбик другой прыгали метута и спакали держава таки нарбку типа как надо прыгали спакали як одна цельна какая-то металлическая балка или там один цельный здоровый швей ну то есть вообще за там прогиб и так дальше и речи будет не может то есть она я и сам понимаешь я эту ферму сделал они у меня будут стоять на расстоянии по осям каждая колонна у меня на расстоянии 2 метра и можно ставить и на 4 но я как все думал планировал высчитывал метал думаете сраблю чтобы по надежней было и почему я так начал что типа стойки через 2 метра потому что у меня стойки еще будут как опорочные опорочные столбы на как насыпать пшеницу под стенку чтобы оно типа как были усилители для пшеницы то есть я пшию изнутри я пшию изнаружи ну то мы до этого дойдем и думаю вот так если насыпать там трактором нагружать багато ну гору у нас тут тоже тут а по нижней точке четыре с половиной а там пять с половиной и если гору бурт робить ну чтобы держали стены я из-за этого сделал два фермы думаю хай в каждую ось прыгает ферма диагональна связь и то есть более распирая более держит ну а это таки ангар а там векстань в начале а ось получается а тут а оце кинец ангара оттуда это первый скат а другий скат и где вот 550 накрывает эту часть и накрывает эту часть и а так крыша и где получается сюда маленький скат сюда здоровый аж вот отсюда а ось тут а навес а тут а стенка тут продолжение ангара ну а тут а ось ворота 5 метров я ворота зробил ворота думаю будут откатней чтоб машины не целились а сразу заезжал заехала там по розвернулась а ну то есть розвернуться можно будет газоном таким нездоровым камаз не знаю ну камаз тоже розвернуться туда сдасть назад и с каждой ферме волоките дуже багато поэтому в нас темп работы не дуже быстро сегодня воскресенье выходные ну як выходные выходные это значит и дробим пшеницу и макуку а так больше ничего не робим я имею ввиду построительство а то же думаю зробили пару ферму вам покажу як мы робим ферме ось у нас стол стой тут ось у нас такий стол мы понаваривали все вы знаете трубы по 550 ося стою на отметке 550 вот до вас 550 и туда 550 11 метрів шо мы робим дальше мы их соединили более-менее ровно не более-менее выставляем ровно бо у нас вон и по 550 уже по зварювань стол у нас сделанный ровный то есть горизонтар ровно потом мы шо делаем як вложим трубы трубы мы а так на края стола положили мы одеваем а таки вот черепашки их называю чего черепашки кто ее знает как и линда пришло мне в голову и и линда стала так самая та черепашка и одеваем а таки черепашки там на расстоянии на этом за 2 метра я так иду полностью по всей длине но мы их чаще делаем где начинаем варить оттуда а реже где подходим а потом где уже начинаем варить перетаскиваем ки кладем еще посередині сюда ну то есть там подходим варим а сюда черепашки підкидем чтоб ферму не тянуло не наружу не вовнутрь потому что таки розкосы як у мене мене ровных немає вот так чтоб я поварив сначала я буду по простому балагать ровні палочки через каждый там метр а тоді начал делить их там на таки диагональні типо як распорки в нас такого нема так проще робить у мене все йдуть с такими сразу идут распорки так сложнее робить но ферма при этом дуже намного эффективней и лучше я роблю для себя думаю мне спешить некуда ще ціла зима впереди поэтому буду робить як надо по людски через косинку розкоски все як полагается и вот мы кладем 2 трубы все я уже знаю вони наружу каждый каждый черепашка в мене по размеру они наружу в мене не підуть а в них сейчас остается проблема вони можуть кое-яка перемычка потянуть вовнутрь и чтоб не тягнуло вовнутрь ми робимо так в мене нарезані отакий ось досточки не помню по 42 помогу и все а так пошла иду дальше следующая черепашка пішла контролирую чтобы ты примерно ровно стояли есть и так дальше пішу допустим следующая черепашка и не вытянешь бачите как прижима следующая черепашка все ось у меня и так я делаю по всей длине и у меня получается вся ферма ровно той размер який мне надо не сузиться не расшириться и теперь я могу работать ну спокойном обычном режиме не переживая что десь что из потяне или растяне и они я подходю и сразу их убираю дальше 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 переставляю це первый момент бо мне казалось рассказывать як їх робить упрощена версия по материалу потом як я взял оцей весь метал трубы куски як я их все этот я все записываю я потом в кінці объявлю суму скільки мені ну я куплю профлиз куплю дерево куплю все необходимое на стены я тоді скажу скільки мені обошлося в місті з дядей санёю цей ангар і ви будете в шокі він буде дешевше чим його построить просто з дерева ну я вже мовчу ясно нанять бригаду бо я сам з такої бригади скільки це буде стоїть ну то есть он выйдет ну сравнительно недорого в мене є заложена цифра на ангар я вже там розчитаю ага в мене скільки голов я там витягну конструкцию а потом скільки там куплю профлиз ну то есть все в мене воно наперед рассчитывалось и думаю до следующего года зробим зальем все там еще короче куча вопросов по самой заливки ну вот так зробили мы потом дальше начинаем и ты вот сам процесс як дальше ну я можу ну давай их с той сторони покажем ты иди оттуда 8 мы так зробили все порозкрепляли с дядей саней дядь саня стоїть на той стороне я уже нарежу на цієй стороне як мы идем дальше розмечаем понятно чтобы дальше розмечаем метки де в нас будут усилать сюжете розкоски и начинаем их ставить ось перла пластина ну и чуть-чуть забивать надо друга пластина ця друга пластина делится с третей розкоской и от таким методом ось я ж специально попролізав чтобы оно залазило ось сюда то есть розкоска и самое место для самой пластины у меня молотка тут нема сейчас дождь мы все поубрали ось а так ось пример ось ось сюда стае и пищу я так через через косиночку каждая косиночка у меня варится ось сюда а так пим каждая косиночка ось сюда пим сюда 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 и все и так пішел и дядь Саня я все выставляю пометкам и дядь Саня цик 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 за мной иди я там где где-то подкруто подверсти натяну он прихватывает все поприхвачивали все подлиннее а черепашки сейчас как я тут метр проварю я эту черепашку уже забираю и переносит и у меня там пробел и таким методом это все на прихватке а тогда перевертаем обвариваем и опять перевертаем обвариваем эту сторону и воно у меня не стягивает не так не так и ровно 50 сантиметров и по всей длине ну сейчас она длина 11 метров будем чуть укорачивать бо у меня колодец смешал там зробить 11 ферма такого типа як оце у меня вот я и зробил грубо говоря на 11 метров но ее можно использовать и на ну я думаю на 14 метров она работать будет если будет пролет на 2 метра если ширина ангара таки фермера быть 10 метров то можно ставить на 3 метра можно ставить и на 4 ну самое лучше среднее допустимое это на 3 метра ставить пролет вот такая ферма ферма дуже проста оцей хламидник все помните я понабирал и в кусочки и метровые и 1,5 метровые и ну иногда попадали из 2 метровых и и ось позварил у меня все есть колона нарезана уже сварена и на ферме материал нарезанный и дерево я уже сегодня заказал брус 150 еще надо до заказать шальовки привезут и все и будем потихоньку собирать потом будем чистить ци все ферме и будем их грунтовать а потом після грунтовки монтировать потому что мы их не помонять ну если помонтируем там лазить красить это будет очень проблемно а так на низу погрунтуем и будем монтировать ну то я тоже буду показать ферме мы вручную не закинем бо мы одну сняли дуже тяжело будем нанимать авто кран и краном монтировать центральной ферме я все заранее подготовлю и связи кину по стенам хотя би верхние и будем так сделаю рогаточки зверху типа поварю чтоб ферме повкидывать между труб и чтоб они держались а кран отпускаем чтоб ферме не накинули в теке и уехал а я их якось там завяжу временно а потом уже по лесам четко выставим деяка и также сразу понаваривать уголки на обрешетку из бруса під профлист ну то тоже потом я тоже потом покажу як мы делаем розкоски по фермам все рассказал як делаем сами розкоски станками на нема не торцовально ничего я думал купить ну думаю из-за нескольких ферм куплять цей станок и потом стоят имя может и куплю когда в будущем как будет у меня мастерская уже пуста без пшеницы как мы делаем саму розкоску ось розкоска у нас ось допустим ось розкоску ось трубочка и мы таким да вот таким методом ось их делаем мы расположим трубочку ой уголок на трубочку и отрезал шмик и шмик як надо ось типа як лекальце для этой можем лизать ну дядь Саня реже ему удобно на доски я режу тут а зажимаю струбцинка и режу тут а мне тут удобнее ну каждый як ему удобно если лишь нарезать нарезать их дуже быстро то есть мы нарезали уже их надо 180 штук у меня на все фермы мы уже их нарезали они у нас наверно сгоранта может гора и до весом друг дождь там лежите это уже я нарезай он все грязки чтобы оставляли потом як мы оце нарезали все по шаблону мы вставляем их сюда вот вона тика вырезана этого она еще не прорезано вставляем сюда ось сюда ось и я так болгаркой и ух прорезаю ровно центр потом переворачиваем где я прорезал и вставляю ровно гребешок сюда уже куди мені надо он гребешок у меня вставил а тут меня еще не прорезано и режу тут по центру так само и я получается у меня все центра сходятся ровно то есть все по одной линии а не так что один вот так а другий так я же потом не поставлю 2 перемычки если так будет а так меня более-менее все воно схватывается и все более-менее я показываю попросту не надо меня заслуживать а там какие специалисты а что ты за специалист надо и так я понимаю что надо так но мы не так мы не немало оборудования так по колхозному я знаю что надо там робить те все я все все моменты знаю ну я дома роблю я для себя делаю так а вы делаете в себе там все по строительным нормам и правилам и все там по высочайшим технологиям я в себе сделали так я считаю нужен мне для свиной зерно склад надо и хочу потратить вот так чуть-чуть а чтобы вышло то и оно так и будет ну а потом конечно как оно уже все покраситься никто не скажешь он и будет зашел на сбу уж но даже никому голову закан и придавал сбу ушки все из хламидника и будет нормальный золотейший ангар делаем в него красоту тищу так что друзья так и так же мы трубы уже наготовили и на стойки и на торцевые стойки все у нас наготовлено единственное что от бачите погода от воскресенья ну сейчас то понятно мы не робим ну там занимаюсь своими мелочами всякими но завтра тоже дошли то есть мы варить не будем это можем нарезать только я буду может я даже завтра скажу дядьца ни хай не ебо смысл аж не мая но что по дождю надо еще сильнейший дождь ну а так и и робим по простенькому пойдет короче шо то если шо буду новое робить буду рассказывать показывать а так пока ну тут як для меня тут ничего такого не мая шо и показать ну люди кажуть показывать там более подробно и так же потом сниму як стол зробить ровный по уровню и так же я потом расскажу як земли залить у меня заклади стаканы як потом сделать чтобы оно все было ровно попишут земля ровно як ты будешь ставить стопы ну такие вопросы если честно смешные задают ну я то понимаю люди наверное не понимают то буду тоже рассказывать показывать ну а так а так шо то так мы робом фермы